Пятна, царапины и потертости. Это смертельный удар, который сделает так, что ваша обувь будет выглядеть старой и изношенной. Сегодня я покажу вам, как сделать ваши туфли, чтобы они выглядели как новые. Первый секрет борьбы с пятнами – это моментально реагировать. Чем дольше пятно держится, тем вероятнее оно станет нестираемым. Выводить пятно надо, исходя из причины его появления. Первым делом запомните, что любое средство надо тестировать на маленьком кусочке кожи, которое не будет заметно. Так, если оно вдруг темнет кожу, вы это поймете перед тем, как обработать обувь полностью. Также учитывайте, что светлая кожа более подвержена изменению цвета. Начнем с пятнами от воды. Понятное дело, что в туфлях лучше не гулять под дождем и лужем. Но если они промокли, вот что надо сделать. Промокните туфли сухой впитывающей тряпкой. Затем вставьте в обувь деревянную распорку, чтобы она впитала лишнюю влагу и удержала обувь в форме. Затем оставьте туфли сушиться при комнатной температуре до полного высыхания. Внимание, не сушите феном, не используйте нагревание, чтобы ускорить процесс. От этого могут появиться морщины. Если пятна от воды после сушки все же остались, вот что надо сделать. Размешать в воде немного мыла для посуды, затем намочить в жидкости тряпку или губку и легкими движениями промокнуть пятно. Не надо тереть, это может повредить верхний слой кожи. Оставьте до высыхания, если пятна остались, повторите все снова. А что насчет темных пятен, скажем, от вина? Что делать? Во-первых, промокнуть вино тряпкой или бумажным полотенцем. Именно промокнуть, а не протереть. Иначе можно пропитать вино глубже под кожу. Затем надо взять перекись водорода, ее можно купить в любой аптеке. Затем легко протираем пятно, пока оно не исчезнет. Если пятно осталось, то повторяйте процедуру, пока оно не исчезнет. Что же делать с жирными пятнами, как избавиться от них? Такое пятно надо посыпать содой или крахмалом. Это займет несколько часов, но пудра начнет впитывать жир в себя. Через несколько часов надо протереть пудру и посмотреть, удалилось пятно или нет. Если нет, тогда снова присыпать содой или крахмалом и оставить еще на час. Повторять, пока пятно не удалится. Что делать с чернилами? Как вывести их с обуви? Честно скажу, это самые трудные пятна. Вам потребуется спирт и палочка с ватой. Смочите палочку в спирте, затем промокните пятно. Когда вата начнет впитывать чернила, замените ее на новую палочку. Смочите ее в спирте или ацетоне и повторите процедуру. Это очень трудно, потому что спирт или ацетон могут разъесть кожу и испортить цвет. Поэтому надо обязательно нанести крем, чтобы восстановить верхний слой. Итак, разберемся, как удалить пятна от соли. Если вы живете там, где дворники посыпают снег солью, то вы понимаете, о чем я говорю. От этих пятен довольно трудно избавиться. Поэтому расскажу вам секрет. Это одна часть воды и одна часть уксуса. Этой смесью надо протирать обувь до тех пор, пока пятна не исчезнут. Все методы, о которых я вам рассказал, они могут подсушить кожу вашей обуви. Поэтому я настоятельно рекомендую после обработки или примерно раз в месяц наносить кондиционер для кожи. Он прекрасно подходит для увлажнения кожи на обуви и предотвратить появление трещин. И да, если после очистки изменился цвет кожи, тогда воспользуйтесь кремом в цвет обуви, чтобы восстановить оттенок. Далее трещины и порезы. Если вы ходите в туфлях каждый день, то у вас на них в любом случае должен быть хоть один порез. В реальности порезы и трещины невозможно восстановить. Но зато можно кое-что сделать, чтобы улучшить внешний вид обуви. Вставьте в обувь газету, чтобы туфли держали форму. Далее берем щетку и взбиваем пыль. Надо максимально убрать грязь, песок с поверхности. Далее мы используем сидельное мыло, чтобы хорошенько почистить кожу на туфлях. Важно убедиться в том, что поверхность туфель чистая. Для этого мы берем ткань, набираем мыло, затем наносим его на поверхность. Лишнее удаляем тряпкой. Оставьте обувь подсохнуть 10 минут. Этот процесс сушит кожу, поэтому надо нанести кондиционер, чтобы ее увлажнить. Затем надо сточить грубый порез наждачной бумагой. Для этого мы используем мелкозернистую 220. Мы сточиваем трещину до тех пор, пока он не сгладится заподлицо с окружающей его кожей. После этого протрите. Не используйте грубую наждачку, иначе есть шанс просто испортить кожу. Далее берем крем на основе смолы, чтобы заделать трещину. Главное, подберите похожий цвет. Очень аккуратно нанесите крем на затертую поверхность. Дайте подсохнуть минут 15. Затем надо нанести крем, чтобы отполировать туфли. Об этом в следующем пункте. Когда вы худите в туфлях, то со временем на них появляются всякие царапины и потертости. Как же избавиться от этих надоедливых дефектов? Ну, самый простой способ – это использовать седельное мыло, чтобы очистить все возможные потертости. А если у вас нет мыла, тогда можете взять зубную пасту. Нанесите пасту на щетку, желательно не ту, которой вы чистите зубы. И круговыми движениями начинайте чистить грязные места. Используйте воду, чтобы паста пенилась. Затем протрите и дайте просохнуть. Вуаля, потертости исчезли. Запомните, что после таких способов очистки обязательно увлажняйте кожу. Затем нанесите восковой крем, чтобы нанести защитный слой. Как быть с грубыми царапинами и выцветаниями, есть решение – это использовать крем-мастику. Она очень эффективная при восстановлении первоначального цвета и увлажнения кожи. Для начала наберите мастику на кисточку и нанесите ее на всю поверхность обуви. Оставьте подсохнуть на 5 минут. После чего отполируйте туфли щеткой с щетиной из лошадиного воска. В конце надо проверить туфли на наличие дефектов, царапин или потертостей. Если таковые остались, тогда надо нанести второй слой мастики и повторить все заново. И, конечно же, не забываем после этого нанести защитный слой при помощи воскового крема. Восковой крем не просто наводит блеск, а также отлично защищает обувь от погодных условий. Вы можете сказать, Антонио, это отлично, но что насчет моей кожаной куртки? Она выглядит уже устаревшей. Ну что ж, парни, не волнуйтесь, я уже приготовил для вас вот это видео. Как вернуть кожаную куртку обратно к жизни за пару шагов. Продолжение следует...